Здравствуйте! Представляю вашему вниманию инструкцию по проведению государственного экзамена в формате онлайн. Сегодня очень актуальный вопрос, как будет проходить государственный экзамен, если он проходит в формате онлайн. Что необходимо сделать для того, чтобы экзамен прошел качественно, на хорошем уровне? Его нужно хорошо, тщательно подготовить и организовать. Для этого необходимо всех ознакомить с инструкцией по проведению государственного экзамена. Мы рекомендуем делать это за 10 рабочих дней до начала экзамена. Каждый обучающийся и каждый член комиссии получает данную инструкцию от заведующего кафедрой, ознакомливается с ней, подтверждает, что он с данной инструкцией ознакомлен по электронной почте. После этого можно проводить сам вебинар, то есть будет проходить вебинар, во время которого необходимо тщательно, подробно разъяснить всю процедуру прохождения экзамена, каждый шаг. Если у обучающегося или у членов комиссии есть какие-либо технические проблемы, они даже не дожидаясь вебинара могут сообщить об этом не менее чем за 5 рабочих дней, потому что иногда нужно время, чтобы решить эти проблемы, либо во время вебинара сообщить техническому секретарю о том, что имеются какие-либо проблемы. Проблемы могут быть всевозможные, там не работает компьютер, ноутбук, плохой подключен к сети интернет и так далее. То есть в случае, если необходимо решение таких проблем со стороны университета, то необходимо обратиться в департамент информатизации, если он может оказать здесь поддержку. Технические требования для сдачи экзамена. Есть минимальные требования. Это, во-первых, должен быть доступ к интернету со стабильным подключением. Второе. Наличие установленной программы для видеоконференц-связи с функцией демонстрации рабочего стола. В случае Евразийского национального университета это Microsoft Teams мы используем, поэтому все обучающиеся, кто еще не авторизовался в данной системе, они должны быть авторизованы. Третье. Это наличие браузера. И четвертое. Наличие компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, оборудованных веб-камерой и микрофоном у каждого участника процесса. Требования к месту сдачи экзамена. То есть экзамен сдается в помещении. То есть это не обязательно комната, это может быть любое помещение, в котором есть доступ к сети интернет, и который оборудован столом, стулом, креслом и имеет в случае необходимости освещение. Порядок организации проведения экзамена в онлайн-формате. То есть первое, что происходит, это вебинарный инструктаж, и он должен проходить за 3-5 рабочих дней до начала экзамена. Следующий шаг – это тестирование подключения. То есть за один рабочий день до начала экзамена необходимо провести моделирование ситуации, что вы сдаёте экзамен. Вы должны подключиться, вы должны показать свою комнату и так далее. Это обучающийся со своей стороны, технический секретарь. Если технический секретарь не обладает необходимыми цифровыми компетенциями, ему должен помогать волонтёр с кафедры или факультета, на которой он работает, с тем, чтобы снимать вот такие технические вопросы. Соответственно, в департаменте информатизации также будут дежурные, но понятно, что есть достаточно большое количество просто рядовых вопросов, которые необходимо оперативно решать. Поэтому хорошо, если техническому секретарю помогает кто-либо из вспомогательного персонала, либо из числа наиболее продвинутых преподавателей, которые имеют высокий цифровый навык. Третье – это подготовка помещения для сдачи экзамена. Оно осуществляется до начала экзамена. Как готовится помещение? Готовятся листы бумаги, готовятся как минимум две шариковые ручки. Запрещено использовать дополнительные какие-то устройства. Если есть необходимость и разрешают это члены комиссии, технические секретарии, использовать калькулятор, карандаш, линейку. Если есть в этом необходимость, то это можно использовать. До начала экзамена обучающийся показывает панорамно свою комнату или помещение. Он должен находиться один, и все посторонние устройства, а также дополнительные какие-то материалы не должны находиться там, где обучающийся будет сдавать свой экзамен. Подключение к сдаче экзамена. Четвертый пункт. Он осуществляется за час до начала. Подключается обучающийся к видеосессии государственного экзамена. Также подключается и члены комиссии. То есть необходимо наладить подключение. Почему за час? Потому что если есть какие-то проблемы, необходимо их быстро устранить. Поэтому кто заранее готовится, то есть все должно пройти нормально. Подготовка компьютера, ноутбука, планшета или смартфона к сдаче экзамена осуществляется тоже до начала экзамена. Что сюда входит? Поскольку устанавливается какое-то цифровое устройство, на котором есть камера, и по данному устройству осуществляется связь через данное устройство, обучающийся должен закрыть все ненужные программы, кроме той, в которой настаёт экзамен, и продемонстрировать рабочий стол техническому секретарю, установить устройство и, в принципе, близко лишний раз не брать в руки, если это телефон, и не пользоваться данным устройством во время сдачи экзамена. Трактория или идентификация, во-первых, обучающегося. Обучающийся должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Копию данного документа он заранее предоставляет техническому секретарю, но, в общем-то, такой порядок, потому что все документы заполняются по документам, удостоверяющим личность. За идентификацию членов Государственной комиссии отвечает заведующей кафедрой. Если нет заведующего кафедры или по каким-то другим причинам он не может это делать, выполняет это декан факультета. То есть он подключается, даже если он не является членом комиссии, он подключается до начала экзамена, убеждается в том, что все члены комиссии присутствуют, это действительно они, присутствует председатель комиссии, это действительно он. То есть здесь мы таким образом определяем человека, который ответственен за проктуринг членов комиссии. За идентификацию обучающихся соответственно отвечает технический секретарь. Следующий пункт – это выдача билета. Ну, как осуществляется выдача билета? Это такой очень живой вопрос. Мы рекомендуем использовать генератор случайных чисел. Я уже в нескольких видео показывала, как это делается. То есть в браузер можно вбить генератор случайных чисел. Сразу выходит множество вариантов. Выбирается, в принципе, любой. Заранее, конечно, технический секретарь должен его протестировать, что он работает. Выбирается, там вводятся числа от и до до. В каком диапазоне генерируется число. Например, у вас 30 билетов от первого номера до 30-го. И генерируется билет. В это время технический секретарь генерирует билет, показывает в режиме демонстрации экрана свой рабочий стол обучающемуся. Тот видит номер билета. После чего технический секретарь показывает ему данный билет, уже утвержденный. И обучающийся может переписать вопросы данного билета на свой заранее подготовленный лист, на котором он будет писать в ответ. Дальше обучающийся подготавливает ответ. В принципе, готовится установленное время. Вину обычное время 45 минут готовится. То есть это зависит от специфики экзамена и так далее. С членами комиссии устанавливается данное время. Сколько времени дается обучающимся на подготовку ответа. После того, как обучающийся написал, подготовил ответ, он его показывает членам комиссии. То есть технический секретарь делает принт-скрин экрана. То есть полностью запоминает, сохраняет ответ. если несколько листов, несколько листов показывает, после чего он начинает отвечать на вопросы. Я еще раз уточняю, что вся процедура экзамена, она записывается техническим секретарем. Соответственно, это необходимо на случай апелляции, на случай каких-то непредвиденных вопросов, в случае, если вдруг произошло непредвиденное отключение и так далее. То есть все вот эти моменты, они очень важны. И все ответы, скрины ответов тоже нужно сохранять. После своего ответа обучающийся уже направляет свой сканированный ответ техническому секретарю на официальную корпоративную почту. Ну и такой момент, который может возникнуть, когда сдается экзамен онлайн, в случае прерывания онлайн государственного экзамена, обучающийся должен немедленно обратиться к техническому секретарю посредством, то есть попытаться вернуться в конференцию, если не получается, должен позвонить, затем, чтобы его добавили. Ну и в зависимости от того, в какой ситуации это произошло, члены комиссии могут принимать решение. То есть они могут как заново выдать новый билет, так и позволить обучающемуся продолжить процесс ответа, если он очень непродолжительное время отсутствовал во время видеоконференции. То есть это решается членами и председателем комиссии, как поступать в такой ситуации. Следующая – это процедура выставления оценки. Процедура выставления оценки выставляется в онлайн. Гугл-форму мы используем для выставления оценки. Каждый член комиссии и председатель имеет доступ к данной форме, выставляет оценку, после чего они совещаются онлайн, между собой, только члены комиссии и председатели, обсуждают среднюю оценку, какие рекомендации, есть ли какие-то спорные вопросы и так далее. Все это обсуждают. И происходит оглашение результатов экзамена. По поводу заполнения протокола. Протокол заполняется онлайн, то есть каждый член комиссии имеет доступ к бланку протокола. Он заполняет его онлайн, после чего технический секретарь его скачивает и направляет на электронную почту каждому из членов комиссии. Каждый из членов комиссии должен письменно ответить, что он согласен с данным протоколом. И после этого технический секретарь может распечатать данный протокол, подписать и уже по маршруту отправить снизу вверх в зависимости иерархии подписей. То есть первый технический секретарь направляет первому члену комиссии, второму, третьему и так далее. И последний председатель. Каждый распечатывает, подписывает, сканирует. И таким образом мы храним данный протокол до окончания карантина. А уже когда карантин заканчивается, то есть мы должны все вот эти сканы документов заменить на оригиналы. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok